Пятница и сегодня уже ставшая традиционной юридическая рубрика с Денисом Руденко. Здравствуй, Денис. Здравствуй, Денис. Здравствуйте, уважаемые телезрители. О чем сегодня пойдет речь? Сегодня пойдет речь о практически не случившейся сенсации, так назовем. Потому что на этой неделе пришло известие о том, что правительство Российской Федерации в кавычках разрешило россиянам носить оружие в целях самообороны. Ну, достаточно серьезная. Достаточно серьезная вещь, да. Очень многие стали обсуждать, действительно ли, можно ли с собой носить огнестрельное оружие. Оружие вообще для самообороны. Можно ли с собой носить нарезное оружие, короткоствольное нарезное оружие, то есть пистолеты, автоматы и прочее. Очень серьезная такая паника началась, как мне кажется, у сотрудников Министерства внутренних дел, в связи с чем они даже вышли с официальным опровержением и некоторым образом разъяснили порядок ношения оружия на территорию Российской Федерации в целях самообороны. Значит, есть у нас закон об оружии и есть непосредственно постановление правительства, которое утвердило правила ношения оборота гражданского и прочего оружия и боеприпасов. Так вот, значит, по закону об оружии, простым гражданам можно иметь у себя в собственности травматические пистолеты, пневматические, пневматическое оружие, затем, то есть и пневматическое оружие по определенной градации энергии, которая посредственно воплажается при выстреле. Также гладкоствольное оружие для охоты, для спортивных мероприятий и так далее. Кроме того, можно еще иметь в собственности различного рода антикварное вида оружия, старое, либо, допустим, современное оружие. Я знаю вообще проблему, что у нас нет закона об оружии, представляющей историческую и культурную ценность. Ну, с этим вопросом не могу ничего сказать. Знаю, что, допустим, если какой-нибудь мастер сделает оружие, которое действительно может стрелять, то есть из современных материалов, но сделает его по образцу, допустим, утерянному образцу, там, мушкета какого-нибудь 17-го или 18-го века. То есть это тоже можно хранить у себя. Значит, что касается непосредственно этого момента. В любом случае закон об оружии запрещает ношение гладкоствольного оружия, с собой, в том числе для самого ворона. Его можно перевозить, транспортировать, допустим, если едет человек на охоту, либо, допустим, переезжать в другое место. Опять же, можно только, по-моему, в ящиках, сейфах, в строго определенных непосредственно по правилам. То есть дома хранить только в сейфе, перевозить. То есть не просто кинул в багажник и поехал. Ну, обычно так и делается, кстати, на самом деле. Плюс к всему, что еще? А, раньше было очень часто привлекали к административной ответственности лиц, которые покидают пределы своего субъекта вместе с травматическим оружием. И сотрудники правопорядка считали, что это нарушает соответствующие правила и положение федерального закона. Значит, изменения вот в эти правила говорят о том, что можно по территории Российской Федерации ездить непосредственно с травматическим оружием и с определенным количеством арсенала без разрешения. То есть можно пересекать, можно из Саратской области ездить в Пенинску, в Ленок со своим травматическим оружием. Но, опять же, класть его в определенный металлический ящик? Ну, не определенный металлический ящик, чтобы можно было его использовать. Но обычно все держат в бардачках, либо, допустим, в карманах. Да, под рукой. Да. И очень такой интересный момент, кстати, непосредственно, что говорится в разъяснениях МВД, что основной целью внесенных изменений является создание благоприятных условий для развития в Российской Федерации въездного охотничьего туризма и снижение в этой связи административных барьеров, связанных с временным ввозом на территорию Российской Федерации охотничьего оружия иностранными туристами-охотниками. То есть до изменения было каким образом? Было совсем все плохо. То есть иностранец, да, хотел приехать, допустим, в тайгу поохотиться на медведя или там на какого-нибудь другого животного. Он приезжал со своим оружием, и ему необходимо было получать какое-либо разрешение, либо его должны были сопровождать, допустим... Люди, которые имеют разрешение, по-моему. Да, практически, да. Или, допустим, какие-нибудь спортсмены, которые приехали на соревнования, и у них с собой тоже соответствующее пневматическое оружие, огнестрельное оружие. Их в аэропорту, опять же, встречали организаторы соревнований, и они должны были сопровождать до места соревнований и обратно. Сейчас же... То есть вот этот вопрос сейчас фактически снимается. Да, снимается, да. То есть и об этом МВД говорит. Что для того, чтобы теперь, допустим, спортсмену благополучно приехать, нормально выступить на соревнованиях в России, организатор соревнований получает за благовременно соответствующее разрешение, и с этим разрешением непосредственно приезжает в аэропорт и вручает ее иностранному гостю. И после этого не должно быть никаких проблем. И, собственно говоря, свободен. Да, да. Денис, немножко другого коснемся вопроса. Дело на умлюка. Знаю, что выступал защитником. Да, да. Что там было? Все-таки так или иначе касается юриспруденции и вообще... Да, конечно. Даже этот вопрос не то, что юриспруденция, а исполнить своих обязанностей профессиональными журналистами. Для средств массовой информации, я думаю, что это будет знаковое дело. Сегодня Саратовский областной суд рассмотрел жалобу Антона Умлюка на постановление Фрудинского районного суда, которое признал его виновным в совершении административного правонарушения, что он якобы был на мероприятии, на публичном массовом мероприятии, без обозначения, без бейджика, что он является представителем средства массовой информации. Да, действительно, Антон Умлюк в момент непосредственно его задержания и доставления в отдел полиции был без бейджика. Однако мы оспорили постановление Фрудинского суда, основываясь на том, что даже если он был без бейджика, это не является событием административного правонарушения. И суд встал на нашу сторону, отменил постановление Фрудинского районного суда о взыскании с Антоном Умлюка 5000 рублей штрафа, и производство по делу прекратилось в связи с отсутствием события административного правонарушения. То есть это говорит о чем? Даже если журналист осуществляет свои обязанности по редакционному заданию на публичном массовом мероприятии, будь то митинг, пикет, шествие, его нельзя привлекать к административной ответственности. Максимум, что от него может потребовать сотрудник полиции, это либо надеть бейджик, либо, допустим, покинуть территорию публичного мероприятия, потому что у журналиста бейджика нет. Вот в принципе. То есть, в принципе, пока речь о том, чтобы уж совсем ограничивали СМИ, не идет, потому что прецедент такой, как бы пытались сделать. Я даже не знаю, зачем это сделали сотрудники полиции, ну, кроме как слова произвола здесь подобрать другого не могу. Ну, вот чтобы, по всей видимости, такого больше не происходило, вот решили поступить подобным образом. Спасибо большое за юридическую помощь, консультацию, информацию. Я даже не знаю сказать, потому что это очень много во множественных видах от тебя исходит, в плане того, что это и консультация информации, и, соответственно, что-то новое. Будем ждать следующей пятницы. Думаю, что тема будет не менее интересна. Думаю, что да.